Рикс Даг Швеции Левые потеряли 15 мандатов, у них будет всего на одного депутата больше, чем у Альянса. При этом сосал-демократическая партия остается крупнейшей в палате. Она получает более 28% голосов. У умеренной партии Ульфа Кристерсона около 20%. На третьем месте шведские демократы, которых оппоненты называют популистской, ультраправой и неофашистской партией. Тем не менее, они показали самый быстрый рост популярности у избирателей, более чем на треть, увеличив свой результат с прошлых выборов. У них более 17,5% голосов. Шведские демократы построили избирательную кампанию на требованиях ограничить иммиграцию и пересмотреть отношения с Евросоюзом. Представители партии заявляли о необходимости спасти национальную идентичность. С приезжими они связывали рост уровня преступности. Некоторых деятелей партии за нашумевших выступления обвиняли в расизме и нацизме. В итоге шведские демократы не входят ни в один из блоков. Причем и социал-демократы, и умеренные заранее отказались от любого сотрудничества с ультраправыми, даже ради формирования нового правительства. Вопрос о кабинете министров будет главным для шведской политики в ближайшие недели. Лидер умеренной партии Ульф Кристерсон заявил, что хочет добиться пересмотра состава правительства и уже в понедельник пообещал начать переговоры с партнерами по альянсу о будущем кабинете министров. Теперь уже ясно, что на этих выборах нет очевидного победителя и очевидных проигравших. Грустные лица здесь, в штабе социал-демократической партии, в какой-то момент сменились празднованиями. Партия, возможно, провела худшие выборы в истории, но все оказалось не так плохо, как они опасались. По другую сторону политического фронта шведские демократы, правые популисты с антимигрантской повесткой продемонстрировали лучший результат в истории, но не такой хороший, как они надеялись. Ясно и то, что теперь все пересаживаются за стол переговоров. Теперь этим партнерам придется найти форму коалиции, которая будет управлять страной. И этот процесс займет дни, неделя, а может быть даже месяца. Продолжение следует, это будет probably going to take days, weeks, and maybe even months. This is Jonah Kellgren, reporting for Euronews from Stockholm.